Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В библиотеке имени Крупской открылась историко-документальная выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Петра Алабина. В регионе продолжается международный фестиваль искусств «Шостакович над временем». Какими постановками радуют участники фестиваля самарских зрителей? Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области в пятницу 13 сентября. Торжественная церемония состоится в здании регионального правительства. В ней примет участие полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Онлайн-трансляция церемонии будет доступна на официальном сайте правительства региона и в группе ВКонтакте «Самарская область». Напомню, накануне члены обл. избиркома подписали постановление о признании досрочных выборов губернатора Самарской области состоявшимися и действительными. Вячеслав Федорищев набрал 79,5% голосов. Глава региона Вячеслав Федорищев вошел в состав Комиссии Госсовета по координации оценки эффективности деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации. Соответствующий документ опубликовали на сайте размещения правовой информации. Состав Комиссии утвердил президент России Владимир Путин. Напомню, ранее Вячеслав Федорищев был назначен на должность председателя Комиссии Госсовета по направлению промышленность. В сентябре россиянам выплатят остатки материнского капитала до 10 тысяч рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Проект нормативного документа о порядке таких выплат находится в правительстве на стадии подписания. Получить остаток смогут более 730 тысяч российских семей. Им придет уведомление от соцфонда в личном кабинете на портале госуслуг. Ранее в Госдуме в третьем чтении приняли закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал. Еще больше самарских дорог обновят этой осенью. На средства, дополнительно выделенные по решению избранного губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, начался ремонт проезжих частей и тротуаров. Планируется привести в порядок автодороги на участках 22 улиц, а также на 46 объектах ремонтными работами охватят пешеходные зоны. За ремонтом наблюдала сегодня и наша съемочная группа. В Самаре стартовали работы по ремонту уличной дорожной сети на средства, которые дополнительно выделены по решению избранного губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Обновляют покрытие проезжих частей и тротуары. В частности, из 46 объектов, где запланировано привести в порядок пешеходные зоны, в работе сейчас 10. Ремонт тротуаров уже идет на улицах Мичурина, Советской армии, проспектах Карла Маркса, Масленникова и других участках. После принятия решения о выделении дополнительных средств мы запросили список тротуаров, требующих ремонта, которые ведут к общеобразовательным учреждениям. Поэтому списки составлены, исходя из присланных нам участков тротуаров, которые необходимы для того, чтобы дети шли безопасно к своим учреждениям. Сначала рабочие производят демонтаж непригодного для дальнейшей эксплуатации покрытия. Затем занимаются основанием. На одних участках меняют песок и щебень, на других – только щебень. При этом, если после вскрытия старого полотна тротуара выясняется, что основная масса щебня в хорошем состоянии, то новый материал подрядчик досыпает только там, где это действительно необходимо. К тротуару по каждому адресу отдельный подход. Выделенные средства расходуются рационально. Все слои выравниваются, утрамбовываются. Щебень будет проливаться битумной эмульсией. Также далее предстоит укладка финального слоя из асфальтобетона, входящего в реестр новых и наилучших материалов и технологий. Материалы для всех видов работ заготовлены. Подрядчик трудится в усиленном режиме. На объектах достаточно персонала и техники. Я думаю, на Мичурино до конца сентября будет готово полностью. По максимуму отправили всех, везде, на всех объектах, чтобы быстрее сделали. Поскольку у нас срок не такой большой, зима впереди. Постараемся по максимуму прямо быстро делать. Кроме того, еще один подрядчик по второму муниципальному контракту приводит в нормативное состояние проезжие части в разных районах, включая отдаленные. В настоящее время в Красноглинском внутригородском районе дорожное полотно меняют на улицах Гайдара Симферопольской. С этих объектов стартовали работы на автодорогах. Всего же по второму контракту обновят 10 участков автодорог. Работы ведутся по всей ширине. Вначале организовано фрезерование изношенного верхнего слоя покрытия. Далее на всех объектах заменят люки смотровых колодцев. Они будут антивандальными и антишумовыми. Обновят и решетки дождеприемников. Люки поднимут на проектные высотные отметки. На объектах уложат высокотехнологичную асфальтобетонную смесь последнего поколения. Как за ремонтом дорог, так и за ремонтом тротуаров ежедневный контроль. Мы радеем за качество, радеем за то, чтобы наши дороги прослужили как можно дольше в наших погодных климатических условиях. Контрольными мероприятиями занимаются сотрудники МБУ городского округа Самара «Дорожное хозяйство». На объекты ремонта выезжают кураторы. Они следят за соблюдением технологии при производстве работ, наличием достаточного количества персонала и техники. Используемые материалы проверяются на прочность. Из нового покрытия будут отбираться керны, толщину и физико-механические свойства которых проверят в лабораторных условиях. В профильном городском департаменте дают оценку текущей ситуации. Нюансы прорабатываются на ежедневных совещаниях. Жители города с нетерпением ждут обновления полотна дорог и тротуаров. Это хорошо. Вы знаете, у нас такая разбитая дорога была. И хорошо, что они делают в сухую погоду. Им хорошо без гряди, нам легче. Главное, чтобы они только не плитку уложили, асфальт. Удобно. И очень. И очень ждем. И очень большое спасибо. Всеми дорогами в городе надо заниматься. Всеми. И этой в том числе. Пока работы организованы в рамках исполнения двух муниципальных контрактов. Всего же их будет четыре. И оставшиеся два – Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары – намерен заключить в ближайшее время. После завершения необходимых процедур на дороге выйдет техника и персонал еще двух подрядчиков. Они отремонтируют проезжие части еще на 12 улицах Самары. Таким образом, за дополнительные средства этой осенью планируется привести в порядок автодороги на 22 объектах улично-дорожной сети. А также на 46 объектах ремонтными работами охватят пешеходные зоны. Ремонт на всех объектах требуется завершить в этом дорожно-строительном сезоне. В сжатые сроки до конца октября. Полина Чулякова, Николай Епифанов. События. Канцелярские товары для школьников, постельные принадлежности, предметы личной гигиены и продуктовые наборы. Из Самары в Курскую область отправили 4-й гуманитарный конвой. Сбор помощи организовали общественная, торгово-промышленная и нотариальные палаты Самарской области, Федерация профсоюзов региона, Союз народов и Союз женщин Самарской области, а также другие организации. Ксения Баканова расскажет подробности. Поддерживать не только словом, но и делом. Из Самары в Курскую область отправили очередной гуманитарный конвой. В посылках канцелярские товары для школьников, постельные принадлежности, предметы личной гигиены и продукты питания. Несмотря на то, что мы находимся в Центральной России, мы не приграничный субъект, мы понимаем, насколько у нас от взаимной поддержки зависит, собственно говоря, такое комфортное будущее нашей страны. Сегодня мы это реализовали. Уверен, что наши дети это реализуют, глядя на нас. И поэтому огромное спасибо всем тем, кто откликнулся на наши просьбы. Общественная палата пусть работает камертоном или колокольчиком, который призывает людей делать добро здесь и сейчас. Сбор помощи организовали Общественная, Торгово-Промышленная и Нотариальная палаты Самарской области, Федерация профсоюзов региона, Союз народов и Союз женщин Самарской области, а также другие организации. Все самое необходимое собрали за три дня. Как только поступает запрос, будь то от участников СВО, будь то от жителей Курска, то наши женсоветы мгновенно начинают сбор. И я хочу сказать, что жители очень откликаются. Я благодарна всем, кто принимает участие в сборе гуманитарных грузов. Мы, как Союз женщин, еще раз надели, не на словах доказали, что мы своих не бросаем. Дети – это самое наборное святое для нас. Это самые беззащитные человечки, которых мы должны опекать. Дети не должны видеть никаких ужасов, никаких потрясений. Но, к сожалению, это все происходит. Поэтому мы должны стремиться до всех сил сделать их жизнь более доброй, счастливой. Также впервые с членами Общественной палаты Курской области прошел видеомост. Мы все благодарим. Я надеюсь, что только вместе мы выстоим. Вы вынесли, мы победим. Они всегда традиционно говорят слова благодарности, записывают обратную связь. Для них, на самом деле, вот тот телемост, который мы сегодня провели, может быть не менее важен, чем та помощь, которая сегодня поступает. Планируется, что уже в пятницу жители Курска получат помощь, которую так ждут. Ксения Баканова, Валерий Майоров, События. Юлии Кузнецовой, ветерану Великой Отечественной войны, исполнился 101 год. С праздником Юлию Филипповну поздравил депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Юлии Кузнецовой исполнился 101 год. Но даже в таком почтенном возрасте она остается деятельной и активной. Любит общаться, гулять и много шутить. Хотя Юлии Филипповне пришлось пройти немало испытаний. Годы ее юности совпали с началом Великой Отечественной войны. В 18 лет ее призвали в ряды Красной Армии. Через три года вернулась домой с многочисленными боевыми наградами. Медали за отвагу, за взятие Кёнигсберга, за взятие Берлина. Два ордена Отечественной войны и не только. Поздравить Юлию Филипповну с днем рождения каждый год приходят родственники и соседи. Это самые лучшие соседи, с которыми я живу, с которыми я деюсь всем этим. И они очень-очень уважают меня, любят. Можно сказать, что прямо за мной, по сути дела, трясутся обо мне. Если что-то я не пришла, что-то я не поеду. Так что спасибо им, конечно, тоже большое очень. Поздравил Юлию Филипповну с днем рождения и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Мы поздравляем с ее днем рождения. Невозможно поверить в внушительность такой даты. Юлия Филипповна сама в нее не верит. Говорит о том, что ей вовсе не столько лет, сколько по документам. А она на самом деле еще совсем девчонка в душе и по своему состоянию. Такое же, какое было, когда в 18 лет ушла добровольцем на фронт. Да, Юлия Филипповна? Да. С днем рождения вас. Спасибо. Чтобы вы еще долго-долго были вместе с нами, нас всех радовали. Депутат постоянно навещает Юлию Филипповну, поддерживает с ней связь и помогает в решении насущных вопросов. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События. Помнить историю родного края. В Самаре в библиотеке имени Крупской открылась выставка «Самарские имена в истории города». Она приурочена к двум знаменательным датам – дню рождения Петра Алабина и первому выходу номера «Самарской газеты». Сколько продлится выставка и что на ней можно увидеть, узнала Полина Чуликова. Человек, который внес колоссальный вклад в развитие Самарской губернии и издание, которое играло заметную роль в жизни ее столицы. В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения Петра Алабина и 140 лет со дня выхода в свет первого номера «Самарской газеты». По такому случаю в библиотеке имени Крупской открылась выставка «Самарские имена в истории города». Во взаимодействии двух тем, двух юбилеев, это особенно имеет огромное значение и объем материала настолько широк, что хочется восполнять то невосполненное ранее, узнавать больше и развивать свои познания. Ведь «Самарская газета» и Петр Владимирович Алабин внесли неоценимый вклад в изучение и развитие историка культурного наследия нашего города и Самарского края. Выставка состоит из двух разделов. Первый – биография Петра Алабина и его деятельность на должности городоначальника Самары. Второй – экскурс в историю «Самарской газеты». Представлены афиши из издания, на стендах гости могут ознакомиться с историями авторов, которые работали в газете. Среди них такие именитые люди, как Максим Горький, Николай Гарин-Михайловский, Степанский Талец. «Важно знать историю родного города, развиваться в дальнейшем, также знать, как это все создавалось и делать это лучше». Выставку подготовили при поддержке Самарского литературного музея. В течение месяца сотрудники библиотеки будут активно проводить экскурсии. Увидеть экспозицию можно будет всю осень, а потом она станет передвижной, и с ней смогут познакомиться самарцы из других районов. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, что для них самое ценное в семье. Конечно, моя семья, когда мы собираемся все вместе, отмечаем праздники какие-то, выезжаем на природу. Доверие. А у вас? Тоже. Дети? Ну, жена, естественно. Наверное, доверие. Доверие должно быть всегда. Если нет доверия, то, наверное, семьи уже и нет. Понимание. Понимание, благополучие, здоровые детей. Наверное, взаимопонимание, поддержка и уважение. Доверие, наверное, в первую очередь. Нужно доверять, разговаривать друг с другом. Сейчас мало кто разговаривает. Отвлечься от работы и сделать пару упражнений. В Самаре реализуют проект по проведению производственной гимнастики «Зарядись». Его инициатором выступил региональный профсоюз работников агропромышленного комплекса. Идею поддержали и в городском департаменте спорта. Сегодня к проекту присоединились сотрудники Самарской областной ветеринарной лаборатории. Андрей Горгуленко продолжит. Мария Громенко уже более 40 лет является сотрудником ветеринарной лаборатории. В основном это сидячий режим. Изучение материалов через микроскоп, ввод данных в компьютер и другая работа с документами. Поэтому Мария Викторовна с коллегами периодически устраивают небольшую гимнастику прямо на рабочих местах, чтобы привести в тонус затекшие мышцы. Это большая эстетическая в основном нагрузка. Поэтому производственная гимнастика – это очень большое дело. Даже несмотря на то, что мы сейчас все вместе делаем, но иногда и я в том числе могу просто… Вот я поработала, что-то у меня чувствую, что устала. Я встала, поделала гимнастику какую-то, музыка, сыграла параду, я потанцевала. И дальше, значит, опять уже за работой. А сегодня сотрудники учреждения присоединились к проекту по проведению производственной гимнастики «Зарядись», инициатором которой стал профсоюз работников агропромышленного комплекса при поддержке городского департамента спорта. Шаги к чему-то великому начинаются всегда с мамы. Производственная гимнастика – это производственная академия для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, чтобы у них повышалась производительность труда, и чтобы они работали на благо себя и компании, в которой они трудятся. Более качественно, эффективно и полноценно. «Зарядку» сотрудниками провела главный тренер региональной сборной по легкой атлетике Светлана Каргина. Комплекс упражнений хоть и немного отличается от профессиональной разминки, но все равно затрагивает зоны, которые устают и больше всего напрягаются при сидячей работе. Это такая, ну, немножко укороченная модель разминки спортсмена, допустим, высокого класса. То есть она немножко меньше интенсивности, немножко с другой амплитудой, но по сути она не меняется. То есть это разминка, это сердечно-сосудистема и суставные упражнения. Так как для сотрудников самой лаборатории, где трудятся более 200 человек, такие физкульт-минутки – не новшество, поэтому здесь с радостью откликнулись на призыв присоединиться к спортивному проекту. Коллектив Самарской областной лаборатории выражает благодарность профессиональному союзу АПК Самарской области за внедрение данного проекта в нашей организации. А также мы выражаем огромную благодарность органам власти за то, что поддерживают такие проекты, которые направлены на поддержку здоровья населения и сотрудников. Насколько такие зарядки действительно повышают производительность, специалисты проанализируют, когда состоится достаточное количество тренировок, позволяющие определить динамику влияния зарядок на качество работы. Мы проведем аналитику, по всем предприятиям соберем данные, сделаем передвижную фотовыставку. На каждом предприятии люди увидят, как у нас по отрасли проходила эта инициатива, этот проект и увидят себя. Такие производственные зарядки являются частью проекта «Спорт нормы жизни» нацпроекта «Демография». Организаторы уверены, что к проекту присоединятся предприятия не только агропромышленного комплекса, но и других сфер. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре продолжается пятый международный фестиваль «Шостакович над временем». Артисты Большого театра Беларуси показали на сцене театра оперы и балета два спектакля «Иллюзия любви» и «Спартак». На последнем побывала наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Противостояние двух сил – повстанцев с их благородным лидером «Спартаком» и деспотичных римлян с их предводителем «Красом». Эту историю решили показать артисты Большого театра Беларуси и самарскому зрителю. Очень сложно определить менее или более значимую образную составляющую спектакля. Я думаю, что часть аудитории уйдет сегодня, сопереживая «Красу», а другая часть уйдет, сопереживая «Спартаку», потому что настолько ярко выверены образы мужские в этом спектакле. И вообще считаю, что это мужской спектакль. Если «Иллюзия любви» – это была история о женщине, ее взаимоотношениях, то здесь, прежде всего, мужская история, в которой каждый борется за первенство. Кроме борьбы за первенство, в спектакле нашлось место и для любви. На восстании «Спартака» вдохновляет его возлюбленная Фрегия, героиня народной артистки Белоруссии Ирины Еромкиной. Считает, что каждый балет рассказывает о любви. Ну, здесь спектакль о стремлении к свободе. Спектакль этот любим. У нас каждая балерина мечтает его станцевать. В этом спектакле много для балерины любви, нежности, сложной адажо, которые тоже для балерины – это важно. Уметь не только танцевать самой, но и танцевать в дуэте, танцевать с партнером. Балет «Спартак» покорил практически весь мир. Белорусским артистам аплодировали в залах Европы и Азии. Спектакль на сцене Самарского театра оперы и балета показали в рамках Пятого международного фестиваля «Шостакович над временем». Он проходит до 25 сентября. Впереди нас, конечно, ждет еще премьера «Сон на преднюю ночь» пообретана. Это тоже такая необычная постановка театра в этом году. Тоже поставлена в рамках фестиваля. Это соединение разных жанров, которые будут представлены нашей публике. Ну и, конечно, впереди у нас еще много ярких событий. Во время фестиваля жители областной столицы ждут не только театральной постановки, но и концерты филармонии. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Полные залы, восторженные аплодисменты зрителей. В ДК «Железнодорожников» продолжаются премьерные показы спектакля «Чудо Святого Антония». Подробности в нашем сюжете. Постановка «Чудо Святого Антония» основана на сатирической легенде Мариса Метерлинка. Спектакль впервые увидел свет 13 ноября 1921 года на московской сцене. Это история о том, как неожиданное воскрешение умершей тетушки нарушает планы родственников, уже поделивших между собой наследство. Героям пьесы предстоит переосмыслить вопросы жизни, смерти и человеческих отношений. Самарские зрители могут увидеть постановку на сцене Самарского художественного театра. Люди в этом спектакле увидят себя, как мы часто тратим свою энергию и силы на какие-то очень материальные вещи, которые нас окружают. И уходим от духовности, от чего-то духовного, от близкого, от родных. Собственно говоря, духовный – это и есть человек. По словам артистов, постановка насыщена событиями, а у зрителей есть возможность испытать всю гамму чувств и эмоций. Это прекрасный спектакль, я думаю, это жемчужина нашего театра, очень интересный. Пускай он длится совсем недолго, где-то около час с лишним, ну, немного. Но настолько он наполнен событиями. Своими эмоциями поделилась ведущая актриса театра Алла Набокова. Она исполнила в спектакле главную женскую роль. Эмоции у меня самые сильные. Мы вообще всей труппой, я выражу мнение всей труппы, мы в восторге от режиссера Максима Миломедова. Это очень взрывной, совершенно неожиданный, невероятный, энергичный режиссер, который сметает все свои энергии. У него масса великолепных идей. Репетируется с ним одно удовольствие. 24 сентября зрителей Самарского художественного театра ждет новая постановка. Спектакль «Метель» по мотивам произведения Пушкина. Галина Топилина, Августина Охременко, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Администрация Ленинского района от посторонних лиц. Необходимо создавать надежные пароли и никому не сообщать одноразовые коды из СМС. Администрация Красноглинского района в своем телеграм-канале сообщает о проведенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории района. Комиссия рассмотрела три протокола об административных правонарушениях. К ответственности по статье 5.35 КОАП привлекли двух родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Также рассмотрели вопрос о мерах профилактики детской смертности и травматизма при пожарах на объектах транспорта и в случае дорожно-транспортных происшествий. Утренняя зарядка на свежем воздухе для всех желающих прошла сегодня в парке Щорса. Об этом рассказывает администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале. Участники выполняли упражнения под руководством опытного инструктора. Департамент транспорта городской администрации приглашает самарцев принять участие в опросе о транспортной доступности Куйбышевского района. Вопрос анонимный. Для участия в опросе необходимо пройти авторизацию через портал госуслуги. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова